Беляев Рудницкий. Под чужими знаменами. Издательство ЦК ВЛКСМ. Молодая гвардия. 1954 год. От издательства. Эта книга рассказывает о чудовищных преступлениях кровавых дел, совершенных украинскими буржуазными националистами, находящимися ныне на службе американской разведки. Памфлеты, вошедшие в книгу под чужими знаменами, написаны двумя авторами – писателем-лауреатом Сталинской премии Владимиром Беляевым и одним из старейших профессоров Львовского государственного университета Михаилом Рудницким. Их книга основана на большом документальном материале. Профессор Рудницкий, находясь всю жизнь во Львове и долгие годы сотрудничая в украинской националистической печати, с которой он затем решительно порвал, имел возможность близко наблюдать многих вожаков украинских националистов. Перед его глазами проходила их гнусная предательская деятельность на протяжении последних десятилетий. Беляев и Рудницкий рассказали в своих памфлетах лишь о некоторых черных деяниях украинских буржуазных националистов. Авторы почти не касаются роли этих злейших врагов украинского народа в годы Гражданской войны. Это тема самостоятельной книги. Своё повествование авторы ограничили пределами западных областей Украины. Эта территория до осени 1939 года, до момента её освобождения советской армией и воссоединения с советской Украиной, находилась под господством иноземных захватчиков. Она была насильственно оторвана от украинской земли. До 1918 года Западная Украина или Восточная Галиция, как тогда её называли, входила в состав Австро-Венгерской империи. Затем попала под ермо панской Польши. Австрийская династия Габсбургов и польские паны угнетали украинское население Западной Украины, жестоко подавляя его национальную культуру и стремление к свободе. Они превратили Западную Украину в свою колонию, а украинцев – подневольных рабов. Верными слугами австрийских, а затем польских колонизаторов были украинские буржуазные националисты. Это они помогали закабалять украинский народ, грабить его добро. Это при их помощи реакционные правители панской Польши превращали Западную Украину в плацдарм для подготовки нападения на Советский Союз. Львов в те времена был центром средоточия главарей украинского национализма, местом, где собрались многие отщепенцы украинского народа, выброшенные из пределов Советской Украины. Во Львове, под крылышком властителей панской Польши, по заданиям ее дефенсивы, охранки и империалистических разведок, они строили козни против украинского народа, шпионили, предавали и продавали Советскую Украину. Еще задолго до разбойничьего нападения фашистской Германии на Советский Союз украинские националисты были связаны с гестапо и немецкой разведкой и принимали непосредственное участие в подготовке гитлеровской авантюры. Их руки обогрены кровью сотен тысяч украинцев. Большое место в книге уделено разоблачению изменческой деятельности Бандеры, Мельника и других националистических бандитов в период Великой Отечественной войны. Читатель, мало знакомый с событиями тех лет в западных областях Украины, увидит, как на самом деле выглядела обещанная националистами самостийность Украины под сапогами гитлеровских убийц, верными халуями и подручными которых были эти изменники и кровавых дел мастера. После победы советского народа над гитлеровской Германией украинские националисты, выброшенные в мусорную яму истории, приютились в заокеанской псарне шпионов и убийц. Это их теперь реакционные круги США называют отобранными лицами. Это, в частности, для них американские конгрессмены осигновали недавно новые 100 миллионов долларов на подрывную деятельность против Советского Союза и стран народной демократии. В Западной Германии, в Западной Австрии и за океаном новый хозяин украинских националистов, американская разведка, готовит из них террористов и диверсантов для засылки в Советский Союз и другие страны социалистического лагеря. Все антисоветские происки украинских буржуазных националистов и тех, кому они служат, неизменно терпели крах. Так будет и в дальнейшем. Несокрушима дружба украинского народа с русским народом и всеми народами нашей страны, строящими под руководством Компартии свою счастливую жизнь.